Ситуация со снегопадом требует от всех слаженной командной работы. Об этом говорили уже на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве региона. Глава области поручил организовать круглосуточный оперштаб по ликвидации последствий стихии и оказанию помощи людям. На круглосуточный режим переходят и муниципальные штабы. Главная задача – спасти жизни людей, избежать обморожений, травм и увечий. Информацию о ситуации по всем направлениям поручено обновлять каждые два часа. Главам администрации, все находятся на ВКС, я вас вижу, сформировать отряды волонтеров, обеспечить их транспортом, снабдить питанием и отправлять на помощь людям, которые оказались скованными на межрагиональных трассах. Группы волонтеров формировать из числа жителей муниципалитетов, находятся поблизости к трассам. Оказать содействие сотрудникам МЧС по спасению людей. Для всех застрявших на трассах организуют пункты для ночлега, обогрева и приема пищи. Минтранс откроет горячую линию по ситуации на дорогах и работе общественного транспорта. Задействованы также 26 онлайн камер, функционируют метеостанции, которые позволяют в режиме реального времени оценивать ситуацию, которая происходит на дорогах. С 9.45 часов текущего дня введено временное ограничение движения автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки и грузовых транспортных средств на федеральных автомобильных дорогах. На подмогу неисправному автотранспорту на дороге выведут тягачи. На уборку последствий стихии бросят всю технику, имеющуюся в регионе. Администрации областной столицы рекомендовано обратиться за содействием крупным строительным компаниям. Своих ресурсов явно недостаточно. Комбинированных машин 37 единиц, за Волгой 9 единиц, трактора и бакетная очистка тротуаров, остановок, пешеходных переходов 16 единиц, в том числе 8 единиц за Волгой. Дворников задействованы 75 человек. Во вторую смену запланировано 80 единиц спецтехники. На расчистку улиц и дорог понадобится время, поэтому глава региона адресовал отдельную просьбу к работодателям лояльно отнестись к сотрудникам по объективным причинам, опоздавшим на работу. Гульнара Шарипова, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск.